Пропаганда в разных проявлениях использовалась в обществе с древних времен. Так, профессор Мичиганского университета и исследователь пропаганды Брюс Смит считает, что археологические находки показывают, что храмы и дворцы, статуи и дорогая одежда, а также сложные правовые и религиозные обоснования использовались на протяжении десятков сотен лет для того, чтобы убедить простой народ в величии и доблести правителей. Поучительные легенды и притчи, легко запоминающиеся пословицы и списки заповедей, все это использовалось, чтобы заручиться массовой поддержкой определенных социальных и религиозных групп, считает исследователь. Однако мир менялся и с ним менялись и способы воздействия на подсознание человека. Сегодня я расскажу вам об Эдварде Бернейсе и его новой пропаганде. Первая мировая война значительно повлияла на развитие пропаганды. Стороны активно использовали листовки, а СМИ развернули кампанию, которая деморализующе воздействовала на врага и активно влияла на сознание своего населения. Так, однажды британцы опубликовали сообщение о том, что немцы якобы перерабатывают трупы солдат в корм для скота. Эта информация, которую сейчас назвали бы фейком, вызвала большой общественный резонанс во всем мире и даже подтолкнула Китай вступить в войну. Война закончилась и мир опять изменился. Изменилась и пропаганда, став по сути такой, какой мы видим ее и сегодня. Эдвард Бернейс, один из главных идеологов новой пропаганды, поработав в Комитете общественной информации администрации президента США во время Первой мировой, понял, что для того, чтобы заставить человека сделать что-то, поверить в какую-либо идею, купить какой-либо товар, нужно повлиять на его чувства. Он, племянник известного психоаналитика, как никто другой знал, что манипулировать человеком куда проще, если внушать ему нужные идеи не в открытую, а на подсознательном уровне, играя струнами самых сокровенных желаний этого самого человека. Современная пропаганда – это последовательная, достаточно продолжительная деятельность, направленная на создание или информационное оформление различных событий с целью влияния на отношение масс к предприятию, идее или группе, дает определение пропаганды Бернейс. Он, считая пропаганду орудием меньшинства для управления большинством, объясняет, что для успешной работы пропаганды, вопреки расхожему мнению, человек, которому нужно что-нибудь внушить, не обязательно должен быть необразованным. Напротив, всеобщее образование дает обывателю набор одинаковых штампов, лишая его оригинальности мышления. Раз у десятков миллионов человек эти штампы совпадают, то и влиять на эти миллионы нужно одним и тем же стимулом, чтобы получить нужный отклик. Бернейс называет пропаганду механизмом широкомасштабного внушения взглядов и считает, что с помощью нее миллионы людей получают оптовым путем одинаковые идеи, которые считают своими. К началу 30-х годов 20-го века автор выделяет следующие средства массовой пропаганды, которые, по его мнению, обладают наибольшим потенциалом. Главным средством распространения взглядов он называет печать. Это связано прежде всего с уровнем развития данного СМИ и с высокой степенью доверия к нему в обществе, считает Бернейс. Еще одним важным пропагандистским средством он считает радио, которое к тому времени все активно использовалось по всему миру. Огромным потенциалом в области пропаганды обладает современное кино. Оно является прекрасным средством распространения идеи взглядов, пишет основоположник современной пропаганды. Во время просмотра фильма сознание человека не направлено на критическое восприятие получаемой информации. Человек понимает, что все увиденное лишь вымысел, но все идеи и факторы, предложенные авторами картины, еще больше приживаются к нему на подсознательном уровне. Последним способом автор называет влияние на массы через известных личностей, которых для начала нужно сделать известными путем изображения достоинств личности в гипертрофированном виде. Массы инстинктивно требуют человека, который стал бы символом, считает он. Все это Эдвард Бернейс называет орудием невидимого правительства. Людей, лиц которых большинство из нас никогда не видели. Нами управляют, наши мозги формируют, наши вкусы создаются, наши идеи предлагаются в основном людьми, о которых мы никогда не слышали. Эти люди тщательно изучают целевую аудиторию, подразделяя общество на группу, и для каждой из групп подбирают своего лидера мнений. Рупор, через который можно доносить людям нужные мысли. Они отбираются по таким критериям, как умение создавать символы, которые могут вызвать реакцию целевой аудитории, умение произвести анализ этих реакций, умение находить в общественном сознании стереотипы и штампы, которые принесут нужную реакцию, а также умение говорить на языке аудитории. Эти способности позволяют специалисту максимально просто манипулировать группой и моделировать сознание ее членов так, как это нужно заказчику. Для этого тому, кем собираются манипулировать, даже не нужно выходить из дома. Поскольку человек по своей натуре является существом коллективным, он чувствует себя членом стада, даже когда находится сам в комнате с задернутыми занавесками. Его разум сохраняет модели, которые были запечатлены в нем групповым влиянием, характеризует среднестатистического человека Бернейс. Именно этот фактор человеческого сознания при должном воздействии позволяет создать у человека иллюзию того, что никакого влияния на него оказано не было, и все идеи, пришедшие в его голову или принятые решения, все это плоды его интеллектуального труда. Поскольку наши действия чаще являются следствием наших эмоций и желаний, Эдвард Бернейс приходит к выводу, что раз решения человек принимает преимущественно на подсознательном уровне, то и воздействовать нужно именно на подсознание. Исходя из этого, он дает характеристики процесса воздействия новой пропаганды. Это системный подход, требующий долгосрочного воздействия. Изменения стоит вносить в одной точке пространства и времени, чтобы получить результат в другой. Изменения иницируются не только в информационном, но и в реальном мире. Каждое последствие действия требует следующего действия для проявления эффекта. Следуя вышеописанным правилам, Бернейс, создавший теоретическую базу современной пропаганды и пиара, стал и одним из первых практиков этого искусства. Все пиар-проекты, за которые он брался, увенчались небывалым успехом, ведь люди переставали задумываться над функциональностью вещей и необходимостью обладания ими. Ими верховодило желание. Он предположил, что не потребитель должен управлять спросом, его должен генерировать продавец. Нужно заставить человека хотеть товар на подсознательном уровне, следовательно, нужно вызвать эмоцию и желание приобрести товар. Именно так он и начал продвигать товары своих заказчиков. Рекламируя бекон, он использовал в качестве лидеров мнений врачей, которые на его рассылку с вопросом «стоит ли плотно завтракать?» отвечали «да», а так ответили порядка четырех с половиной тысяч медиков. Он использовал эти данные, продвигая образ идеального завтрака. Сытная яичница с беконом. И выполнил заказ на продвижение бекона настолько искусно, что и по сей день именно этот образ возникает в нашем сознании, когда мы слышим слово «завтрак». Чтобы убедить женщин покупать сигареты, он для начала внушил им с помощью лидеров феминистических движений, которые сами подверглись манипуляции Бернейса, что сигарета – это факел свободы, символ освобождения женщин от мужского угнетения. Это стало причиной повальной табачной зависимости среди женщин из США. Почти половина из них пристрастились к сигаретам, в разы повысив их продажи. Эмоции теперь заставляли человека покупать товары, окончательно создав общество потребления. Пропаганда стала неотъемлемой частью этого самого общества. Бернейс не видел в этом ничего плохого, считая, что пропаганда по своему определению не является чем-то негативным. Однако он понимал, чем сильнее будут распространены пропагандистские методы, тем более заметна будет так называемая война пропаганд. И вестись эти войны будут не только между разными корпорациями, но и между разными политическими силами и даже государствами. Именно он является автором внешнеполитического курса, которому Соединенные Штаты Америки следует уже больше ста лет. «Построй мир, спаси демократию» – это лозунг, который он придумал еще во время Первой мировой войны. Именно тогда и появилась идея продвижения демократии, в том числе военным путем. Демократию Эдвард Бернейс называет почти совершенным политическим режимом, которым, однако, он является тогда, когда политический лидер понимает, что масса не всегда является генератором нужных идей, и что необходимо самому генерировать идеи и обстоятельства. Это, по мнению автора, как и в случае с покупками, создаст у обывателя иллюзию выбора, иллюзию того, что человек имеет непосредственное участие в принятии решений мирового масштаба, чего невозможно добиться при других режимах. Действуя в ошибочном представлении, что лидер должен рабски следовать за массой, этот самый лидер никогда не добьется реальных успехов в щиталон. Эдвард Бернейс, желая распространения демократии по всей Европе, считал, что американскому правительству стоит усиливать уже устоявшийся в обществе страх перед коммунистами и их идеями. Именно он являлся одним из идеологов Холодной войны, которая, по мнению многих исследователей, сейчас разгорается с новой силой. Информационная война, свидетелями которой мы являемся сегодня, вобрала в себя многие аспекты пропаганды Бернейса, и с помощью технологий и новых методов стала действительно вездесущей и эффективной. Ну а на сегодня это все, надеюсь вам понравился видеоролик, пишите свое мнение в комментариях, ставьте оценку этому видео, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч!